В свой юбилей Владимир Александрович Щербаков в окружении взрослых детей и внуков. Два сына, тоже, кстати, офицеры, два внука и две внучки. По ресторанам признается юбиляр, он не любитель ходить, но вот родственники и друзья настояли, для всех это настоящий праздник. Дед в семье – большой авторитет. Я рад, что такие сыновей выросли, невестки хорошие у меня. Сыновья пошли по моим стопам, один полковник, другой подполковник. В 1956 году Владимир Щербаков начал службу в армии после окончания десятилетки сельской школы. Попал в пограничные войска, да так впечатлился, что решил поступать в Алма-Атинское пограничное училище. Закончив его, получил распределение на дальнюю заставу в Средней Азии, где не было ни света, ни воды, только привозная. Затем была военно-политическая академия, опять сложные участки государственной границы. И так 25 лет. За хорошую службу Щербакову перевели в приграничный город Сочи. И здесь 14 лет в должности начальника погранотряда. За эти годы ни одного ЧП. Об этом говорили все, кто пришел поздравить юбиляра. А Владимиру Александровичу можно сказать очень много. Вы слышали, что я говорил весь его боевой путь от Памира до Алтая и до Сочи. Это говорит о том, что человек всегда не искал никогда спокойных мест. Он находился там, где он нужен был для своей родины. В адрес Владимира Александровича пришло много поздравлений. Отовсюду, где он служил. Некоторые из них были зачитаны тут же на праздники. Ну а самые важные и приятные поздравления, конечно же, от внуков, воспитание которых он принимает активное участие. Финалом праздника стал вот такой пограничный торт.